Борьба с Москвой. Чем ближе январские морозы, которых русские ждут, чтобы две недели только и делать, что ничего не делать, вызывают в Германии только грусть, дорогие товарищи. Ибо немцам сейчас, конечно, не позавидуешь. Даже берлинский пациент, которого хорошо и регулярно кормят, причем в тепле, наверное, посмотрев на это, не сильно грустит, так как редкий день в Германии теперь обходится без какого-нибудь прогноза в подавляющем большинстве негативного. Вот, например, не успели жители ФРГ порадоваться созданию фонда поддержки населения и бизнеса от последствия роста цен на газ и электроэнергию в размере 200 миллиардов евро, объявленного канцлером Шольцем на этой неделе, типа не нашел газа, так хоть макулатурку напечатаю. Дедушка жил в Веймарской республике, так что и так тоже можно, как появилось предостережение, что он, не Шольц, конечно, а такой безумный вброс денег, может да-да-да спровоцировать обвал, наподобие того, что произошел недавно на территории Туманного Альбиона. А там британский фондовый рынок потерял 300 миллиардов фунтов стерлингов или 340 миллиардов долларов за первый месяц, премьерство Листрасс, пишет Бумберг. Неплохо так, согласитесь, для старта. Опросы общественного мнения, согласно которым с рекордным отрывом лидируют лейбористы, говорят сами за себя. Правительство Тори, похоже, бьется в агонии, пишет британский журнал Спикт. Что прикольно, вроде только все порешали, а уже началось. Так вон да не напечатали в преддверии зимы, это мы цитируем The Guardian. Заблокируйте дымоходы. Очень хочется верить, что это совет для тех, кто не топит от греха подальше. Переставьте мебель, типа физическая нагрузка, что ли, бодрит. И еще 13 способов защитить дом от зимы, чтобы сократить расходы тепла. Но еще больше, как обычно, разумеется, ужасных подробностей уже через пару секунд. Друзья, пожалуйста, не забывайте, что в современных тяжелых условиях мы работаем лишь благодаря вашей исключительной поддержке. Даже 50 рублей вашей помощи нам крайне важны. Номер карты на экране и в описании к этому ролику. Спасибо и вместе победим! Итак, самая богатая страна Европы, в теории по вчерашним графикам, как скажете, Германия, внезапно столкнулась с резким увеличением количества людей, которым буквально не на что купить еды. Причем аналогичные тенденции обнаружились у соседей ФРГ в Польше. Причем обе эти страны в итоге вынуждены конкурировать за энергетические ресурсы, а все из запущенных под откос отношений с Россией. Вот только экономисты американского Ситибэнк считают, что планы борьбы с энергетическим кризисом в Германии могут снизить инфляцию, хорошо если на 2% в следующем году, но они едва ли как-нибудь помогут в борьбе с новейшей над Европой в целом и Германией в частности рецессией. При том, что, кстати, инфляция ведущей экономики Европы уже ушла за 10%, промышленная инфляция, которая все равно выйдет на реальный рынок, лихо подходит к 50 пунктам. А еще это вообще от ас. Берлин критикует из Лондона. Типа, посмотрите на нас, оно вам надо. Но есть нюансы. Кресло Элизабет Трасс – это ее кресло, а стул Олафа Шольца – это его стул. Заметьте, в этом предложении ни слова не было про избирателей. Так что это не конец истории.